Всем привет, друзья! Во-первых, я хотел вам сказать огромное спасибо за вашу активность, за то, что смотрите мои видео, комментируйте, лайкайте. У меня к вам небольшая просьба смотреть видео от начала до самого конца, не перематывая. Это очень важно для меня. Подписаться на канал, если вы случайно вдруг не подписаны. Поставить лайк этому видео и нажать колокольчик, чтобы вам первым приходило уведомление о новом видосе. И написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Этот ролик получился мега крутой, поэтому приятного просмотра. Погнали! Так, друзья, сейчас я вам кое-что расскажу, уйду на площадку и вам расскажу интересные вещи, что будет. Сап, а он сейчас рыбкой зажуешь, никто ничего не слышит. Что это такое? Ну вообще лайтовый, ничего. Я могу бы не работать, тебе просто... Что-то странно, типа, я что-то не понял. Чего уйти, Сап? Давай, надо. Работа не дуал. Главное найти призвание, то, что-то. Что нам рассказывают вообще? Я вот, например, под заборами, понимаешь? Ну вот и все. Пара волточков никогда не поглядя. А тебя, пацаны, еще больше уважать будут, особенно в школе. В смысле? Да. Что нам отдает? В смысле? Стой, 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 стой. Что-то нормальное вообще? Ты... Э! Ты что? Ты что творишь? В смысле? Это я что творю? Стой, держи дистанцию. Ты что делаешь? Ты мне... Че, нахер? Она бабла стоит? В смысле бабла стоит? Бабки гонили. Такой же... Нормальный вообще? Ты что ему даешь? У тебя мозги есть вообще? А тебе какое дело? Мы тут с корешом с вами малым сидим. Каким корешом, блин? Сосед мой. Сосед твой? И ты ему вот это даешь? Ты вообще ненормальный, я смотрю. Тебе какое дело? Какая разница, какое мне дело? Я увидел ситуацию. Ты понимаешь, что это нельзя делать? Ты вообще, я смотрю, в каком-то состоянии уже ненормальном. Тебе че надо? В смысле че надо? Мне надо, чтобы ты этого не делал. Пойди давай, ты шел, да иди давай. Так, я сейчас вызову полицию, и ты не приеду, ты будешь разбираться. Что ты здесь сдавал? Какая полиция? Какая полиция? Такая полиция? Ты нормальный вообще? Все нормально? Сейчас я вызову полицию, и ты отсюда пойдешь, понял? Нет, сейчас ты отсюда уйдешь. Ты вообще, я смотрю, не в адеквате. Ты понимаешь, что такое нельзя делать? Я ничего не выдавал. Тебе сколько лет вообще? Ты че, ревенок, ты что не понимаешь? Да, мне надо. Мне вызвать полицию, и ты сейчас отсюда уйдешь? Или тебя посадят за это вообще? Ты понимаешь, что ты нарушаешь закон? В Успарке, средь бела дня вообще такое творить. Ты вообще неадекват, я смотрю. Мужик, че ты смотришь на меня? Значит, смотри, собрал вещи свои, свалил отсюда, понял? Значит, реально позвоню. Я записал тебя на телефон. Смотри, видишь? Это ты сидишь, у меня вся запись есть, все фиксируется. Ты хочешь, чтобы я это выложил, да? Или в полиции показал? Давай, собрал вещи, свалил, чтобы я отсюда не видел тебя. Быстрее. Смотрит он еще. Пока, мама. А с тобой еще встречусь. Давай, давай, еще раз тебя здесь увижу. Ты понял? Чтобы не приходил сюда больше. Все нормально? Я могу присесть? Да. Не волнуйся. Тебя как зовут? Назар. Меня Юра. Привет. Слушай, кто это такой был? Толик, сосед мой. Все его так называют. Толик, сосед? То есть ты его знаешь, да? Да. А что ты с ним вообще делал? Мы иногда встречаемся. Я с ним дружу. Ты дружишь с ним? Да. С таким Толиком? Слушай, я видел, что происходило, но... То, что он тебе говорил. И я считаю, это неправильно. И хорошо, что ты не согласился. Ты видел, ты не особо хотел. Правильно? Если бы не прошло, я бы хотел. Назар, да? Послушай, Назар, ну... Ты, в принципе, уже... Мальчик взрослый должен знать, что это такое. И что это очень плохо. И... Ну... Я просто... Я увидел это и не мог не подойти. Но как так можно? Он такой взрослый дядька, и тебе, в общем, такое... Дает. А что ты вообще с ним тусишь? Ты видел, как он вообще ходит? Ходит, он... Ну, а ты понимаешь, что это плохо? И с такими лучше не общаться. Ну, он нормальный. Я... Думал, что если я с ним подружусь, то... Меня будут уважать. И как будто я такой взрослый... В смысле? Где тебя будет уважать? Ну, я думал, все подумают, что я со взрослым не дружу. Да, подожди, но нельзя с такими дружить. Чему он тебя научит? Я видел, что ты не согласился. Это то, что он тебе предлагал. Ты молодец. Но я видел, что ты не особо хотел. Меня бы выперла, если бы не подошли. Ну, слушай, ну, хорошо, что я подуспел, потому что ты понимаешь, что это нельзя делать, это очень плохо. И... Слушай, а... А почему ты не в школе? А я прогуливаю. В смысле ты прогуливаешь? Как? Да зачем? В школе... Мне скучно, и я думал, что... Сегодня предмет мне не важный. Слушай, ну, нельзя. То есть ты вместо школы вот это со своим... Как его, Толик, да, ты сказал? Да. Ты часто с ним вообще видишься? Да, очень. Он сосед мой. Ну, я понимаю, но он еще ничего хорошего не научит. Ну, мама не знает, и... У меня друзья в школе очень крутые. Они старшаки, и они все время этим балуются. Я хотела попробовать, чтобы прийти в школу и класситься. Ты серьезно? Вот этот попробует, ради того, чтобы быть крутым, как они? Ты поверь, они ничего в жизни не знают. И... Послушай, крутизна, она не с этим связана, понимаешь? Ты подрастешь, поймешь, что в жизни можно быть крутым в другом. Понимаешь? И крутизну не надо ни для кого показывать. Ни для каких старшеклассников. Ни для какого Толика этого. Ну, мне в школе одна девочка нравилась. И я хотел ее удивить. Недавно у нас была школьная вечеринка. И я... Вот как раз мне предложили, я... Хотел согласиться. Ну? Удивить. Чтобы ее удивить? А что случилось? Девочка нравится. Это же хорошо. Ну, я ее хотел удивить, а я не успел. Она ушла. Наверное, я ее не удивляю. Послушай, не этим удивляют девочку, понимаешь? Не вот этой крутизной, которую тебе показывают. Ну, совсем другим. В мире много всего интересного. Много хобби. Можно заниматься спортом, музыкой, кино. Видео снимать какие-то. Да всем чем угодно. Но не в этом дело, понимаешь? Кто тебе вообще надоумил? Зачем ты с этим Толиком общаешься? Не, я тебя не ругаю. Я все понимаю. Просто я пытаюсь тебе показать, что в этом нет ничего хорошего. То, что он тебе вот это вот сидел здесь и рассказывал, что какая жизнь классная, надо жить одним днем. Не слушай его. Он вообще потерянный человек, понимаешь? Просто после того, как ты выпьешь, то, мне кажется, ты становишься таким веселым. Не, не, нет. Послушай, это заблуждение. Это временная такая штука, которую вообще забудь. Это не настоящая. Это не то, что... Ну, это не настоящая жизнь. Пойми. Понимаю. Назар, пойми, многие, вот как этот Толик, они просто не могут остановиться вовремя, понимаешь? Они выносятся из квартиры. У них проблемы в семье. И это очень плохо. Разве ты этого хочешь? Быть в таком вот состоянии? Нет, у меня мама папу из квартиры выгнала из-за того, что он всегда был в таком состоянии. Ну, как ни странно, такое иногда бывает. И это очень плохо. И родители иногда тоже такое делают. Но ты же еще, ну, у тебя все сейчас впереди. Ты еще молодой, ты учишься. И сейчас главное учиться, понимаешь? Получать знания. Это важно. Я очень хочу быть крутым наравне с ташаками. Они мне все время говорят, что они с шестого класса начинали. Да ну прекрати, ну слушай, да не слушай их. Чего они знают в жизни? Они ничего не знают в жизни. Они хотят специально, чтобы из этого ты с ними тусил. Понимаешь? Не слушай их и это Толика не слушай. Но это не те люди, которых надо слушать. Ты же, ну, есть какие-то у тебя хобби. Ты же любишь чем-то заниматься. Там, ну, не знаю, там, самокат. Или там даже в игры, они игры и то лучше, понимаешь, компьютерные, чем тусить вот так вот на площадке. Если ты на площадку пришел, так спортом заниматься, твой этот Толик, он может потянуться или одержаться хотя бы 10 раз? Думаю, ехать. А твои друзья вот эти, которые, где вы там тусите? Мы обычно ездим на маршрутке или на велосипеде в центре там. Ну вот, что в центре? Вот хоть там, хоть раз спорт. А мы там за гаражами что-то делают. Ну вот, тем более. Назар, они могут хоть потянуться 10 раз? Нет. Ну так это о чем говорит? Что все, они уже свою жизнь, ну, неправильную, знаешь, неправильную струю направили. И в том направлении двигаются. Я не хочу с ними общаться, но я думала, что девочка меня заметит, если я буду с этой стороны. Назар, пойми, не за этого девочки замечают. Ты лучше цветы подари, пригласи в кино. Там мороженое купи. Пойми, это будет больше цениться, чем вот эта псевдо-крутость, то, что они говорят. Они не крутые, поверь, это сейчас вообще не модно. Понимаешь? Ну, просто я пытаюсь тебе рассказать, что, ну, я такое увидел, и я не мог просто пройти мимо. Понимаешь? У меня старшики в школе иногда задирают, и не только старшики. Очень мне обидно. Еще если эта девочка про это узнает, то... Послушай, Назар, в жизни бывает так, что сложные ситуации бывают абсолютно разные, но не стоит сдаваться, не стоит идти вот по направлению в их сторону. Это, понимаешь, в начале школа, потом универ, потом работа, и... А то, что сейчас это у тебя маленький этап жизни, но ты со временем будешь понимать, больше будешь понимать о жизни, и увидишь в жизни много классного и прекрасного. Что можно поехать посмотреть мир, что не все зациклено на вот этом вот соседе и твоей школе, и твоих одноклассников, старшиков твоих, пойми. Назар, все хорошо. Все хорошо, не волнуйся, все нормально. Надеюсь, ты меня понимаешь. Я пытался тебе как-то донести этот момент, чтобы ты понял. Ну как не получить крутость и уважение, чтобы я понравилась этой девочке? Назар, крутость и уважение получаются другими, еще раз говорю, другими вещами. Я же говорю, сходи в кино, пообщайся с ней, просто пообщайся. Нормально, да даже в игры поиграй какие-то с ней, в компьютерные, в кино, в мороженое, да много чего там. Просто погуляй в парке. Она тебя больше из этого будет уважать. Понимаешь? Тебе сколько лет? Двенадцать. Двенадцать. Ну все, ты взрослый уже пацан, ты должен уже понимать немножечко в жизни. То, что твой сосед, это не значит, что он тебя должен учить в этой жизни. Он ничего не понимает. В каком он состоянии, где его семья. Ты видел, как он ходит? Разве он твой друг? Ты должен искать друзей среди ровесников. Да если нет друзей, ты с старшаками ищи, с девочкой можешь пообщаться. Неужели у тебя нет друзей? У тебя есть кто-то из друзей? Да. Ну, так а что ты с ними не общаешься? Так их немного, Толик и один лучший друг со школы. Ну вот, это Толика забудь. Я надеюсь, что ты больше не будешь с ним видеться. А друг со школы, почему нет? Общайтесь с ним. У вас же есть какие-то общие интересы? Да. У тебя же должны быть какие-то хобби. Что ты любишь делать? Я рисовал фонтаду. Рисовал? Да. Ну круто, а что ты рисовал? Ну, рисовал всякие самокаты. Ну, так слушай, так это классно. Если у тебя есть уже какая-то жилка художественная, почему нет? Можно многое, можно рисовать, заливать в YouTube, можно в Instagram свои рисунки делать, да можно друзьям рассылать, там, всякие создать группы по живописи, по рисунку. Если тебе это нравится, понимаешь? Самое главное в жизни заниматься тем, что тебе нравится. Получает от этого кайф. Кайф не в этом, не в Толике, не в этих вещах, что он тебе говорил. Много всего. Посмотри, какой классный лес, какая классная природа. Вот ты же здесь живешь рядом, да? Я так понял? Да. Я хотел занимать на YouTube, но у меня... Вот, поэтому я... Всячески пытаюсь показать себя перед другими, чтобы стать купляемым. Ну, послушай, достаточно обычного смартфона, чуть-чуть получше, уже можно заниматься съемкой даже. Я понял, что старый телефон, но... Ну, мама у тебя есть, мама, папа. Так пусть они почти тебе, вот, почти тебе откладывают денежку и купят тебе телефон, чтобы ты смог уже заниматься. Ну, вот, на день рождения попросить. Или планшет хотя бы для рисования какой-то, понимаешь? Я надеюсь, ты меня понял и больше не будешь общаться с такими, как Толик. Больше не буду. Ну, все, супер. Даешь слово? Даешь слово. Давай. Ты молодец. Все классно, хорошо я успел, потому что, ну, непонятно, по какой бы ты пошел, понимаешь, с наклонной. Я говорю, да Толик, он, он говорит всякую ерунду, ты его не слушай. Это потерянный взрослый человек, которому надо помощь, понимаешь? А ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди, ты запомни. Тебе холодно? Нет. Слушай, а ты завтракал сегодня вообще? Может, этот вот, ну, есть кафе вот здесь, знаешь, можем пойти попить там, не знаю, какао там какое-то, молока горячего, чтобы ты согрелся, да? Погнали? Идем? Окей. Пошли. Так, а что ты вообще любишь еще делать, кроме рисования? Кота это на самокате, я пробовал вот. Кого-кого? На самокате кота. А-а. Пробовал еще на YouTube снимать, в TikTok, в этот, примите там. А ты еще на Twitch? Угу. А что ты там стримишь? Стримлю. Какой формат? Я прощаюсь в своей ситуации, игры вообще. А-а, игры? Угу. Фрикольно. А какие игры любишь играть? Э-э-э, в CSGO. Вот недавно хотел сделать, как бы, пересадку аккаунта на MacBook, чтобы CSGO записывать. Мне только по-шему. Так это классно. Я занимаюсь YouTube вообще. А, да? Ага. Кстати, я заметил, что это у вас за кадр? Ну, как раз вот я тебе это хотел сказать. Я снимаю такие ролики социальные, постоянно наношу с собой камеру. Но обычно это бывает, что, ну, меня просят проверить там, как ведут себя там школьники в квартире, пока родителей нету, да? Я иногда так помогаю вот людям и взял камеру, вот видишь, тебя увидел случайно, спонтанно. Вообще, YouTube-ом занимаюсь уже давно. И у меня есть, кстати, стрим-канал, где я в CSGO, кстати, тоже играю. Это очень так, ну, я согласен, что это прикольно несколько видов канала вести. Ты вот стримишь по играм, получается, да? Ну, да. Ну, круто. Так, ну вот, в общем, вот кафешка, мы пришли. Заходи. Пускайся. Здравствуйте. Так, давай что-то. А ты что хочешь? Чай. Точно? Может, сладенького что-то хочешь? Нет, спасибо. Тогда можно нам два чая сделать? Да, можно. Да? Черный. Окей? Хорошо, я приеду. А, да? Все, супер, окей. Идем тогда, присядем, проходи. Так. Вот столик, садись сюда. Прикольно он, кстати. Здесь, знаешь, в этой кафешке очень классно. Здесь самый вкусный кофе вообще, чай, который я пробовал. Ты же здесь рядом живешь, бывал в этой кафешке? Да, бывал один раз только. Один раз? Обычно я в другой. Я понял. А, ну как, смотри, уже на улице там холодновато, здесь потеплее будет. Ну да. Так расскажи, чем ты еще любишь заниматься вообще? Игры, компьютеры, симуляторы всякие. И обычно менялись. Угу. Слушаем друга. Это, который со школы, правильно? Да. Ага. Мы темы всякие ищем подзаработать. Темы подзаработать? В играх, что ли? Ну, не только. Недавно мы нарыли такую тему. Есть такое приложение, скачиваешь его. И там тебе за рекламу дается центы, деньги. Слушай, ну ты молодец, видишь, ты чем-то занимаешься уже. То есть у тебя есть уже какое-то хотя бы направление, как можно заработать. Просто я ютубом занимаюсь. Ты говорил, что ты тоже что-то снимал, да, по-моему? Да. Твич, твич, да? На ютубе что? Ну, на ютубе пять приду. Я там три года снимал, монтажировал. Мне так это нравилось, но вот когда я был маленький, мне это очень нравилось. Это было давно. Вот так три года занимался ютубом. Чьёк, спасибо большое. Спасибо. Я занимался ютубом и мне это очень нравилось. Потом я посмотрела на своих подписчиков, там было 50 подписчиков. Ну, слушай, ну опять же, помнишь, что я тебе говорил, что не останавливайся на достигнутом, а двигайся дальше? Главное на ютубе регулярность, понимаешь? Вот я, кстати, так как я занимаюсь уже ютубом шесть лет... Ого, шесть лет. Да. Короче, у меня разные каналы я снимаю. Сейчас вот про школьников там помогаю, таким как ты. Разные семьи есть, там неблагополучные, там котопапы, нет, аккуратно, не обожги. Поэтому, знаешь, на ютубе главное регулярность, постоянно выкладывать контент. Ты, ну, часто в видео выкладываешь? Ну, раньше выкладываю, в день, по-моему, по три ролика выкладываю. Сейчас не выкладываю, раз в два месяца могу. А потом что? Ну, потом все сбросил. Почему? Опять же, надоело и пищевые добавляюсь. То есть тебя смущает то, что, как бы, ты загрузил видео, никто не смотрит, это у тебя мотивация нет? Кстати, было одно видео, десять тысяч просмотров на меня было. На чем? Ну, так смотри, ты должен понимать, что какие-то есть моменты, ты выложил, оно хайпануло. Главное не забивать на каналы, снимать это постоянно. После ждать. Я первый свой канал развивал более трех лет, а второй за два года я миллион подписчиков сделал. Прикинь? То есть за два года правильность, правильно загружал, я прям снимал, 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 и за два года вот у меня уже миллион сто. Сейчас. То есть это, по сути, основной мой вид заработка с Ютуба, понимаешь? Поэтому останавливаться, я считаю, не стоит, ну, никогда. Просто надо, знаешь, надо правильно понимать, что делать, как снимать, и, ну, оптимизировать видео. Если ты понимаешь, что я заливал видео, то ты должен понимать. Я на курсе, кстати, все рассказываю. Если хочешь, я тебе, ну, могу этот курс по скидке сделать. Тебе классную скидку. Интересно тебе было бы? Да. Ну, пойми, что бесплатно не могу сделать по какой причине? Смотри. Все захотят, все узнают. Просто есть такое понятие, что за бесплатность люди, они не ценят то, что дается бесплатно. Поэтому хоть за все в жизни надо платить. И когда они заплатят за этот курс, условно, да, то есть они поймут, что он ценный, будет его проходить. Потому что я там записывал, там, более 70 уроков полностью, все это рассказывал. Я там вообще делаю классную цену, скоро буду запускаться. И тебе вот тоже скидку делал. Потому что, ну, тебе действительно это интересно, если ты этим занимался, снимал, то я для тебя вот предоставлю. Ты можешь... Как с вами связаться? Ну, телефон запишешь мой или я твой запишу, там, можешь мне в Телеграме написать или в Инстаграме. А, круто. Все, тебе это все расскажу и покажу. Круто? Да. Пей чай. Вообще, когда сказали, что у вас миллион подписчиков. Да, больше, Ляма. Миллион сто пятьдесят. Давай за тебя. Чтобы у тебя все в жизни получилось. Как ты запланировал. И пил ты чаек. А как я смогу такие же ролики, как его снимать? Ну, в принципе, можешь. Главное найти вот именно свою нишу, как говорится, свой стиль съемки и свой формат. То есть можно играть, можно стримы, можно там, такие ролики по меня, там, можно челленджи разные. Ты же смотришь там всяких Владов А4 и тому подобное. Не, не смотришь? Слава Богу, нет. А какие каналы смотришь? Ну, не знаю. Когда как? Обычно геймерские. Угу. Ну, главное все это, понимаешь, надо учиться. То есть нельзя просто взять и сразу снять видео. Можно, но если у тебя хайпанет ролик, то это круто. А так надо учиться. Поэтому на курсе я именно показываю детально от начала до конца все это. Как тут телефон, да? Обновишь себе. Алло, да. А, да, я тут. Хорошо, давай. Мама. Мама звонила? Да. Круто. Что, что говорит? Чтобы я калее подходил. А? Чтобы я калее подходил. А, калее? А, ты там, получается? А, что, ну, что ты маме скажешь? Ты же должен быть в школе вообще. Школа закончилась, моя дешевая связь. Я не скажу, что я еще только со школы иду. Так ты же без рюкзака. И что будет? Думаешь, поверят? Да. Ну, на крайняк я скажу, там, с тобой я доведу до мамы, потому что ты же понимаешь, что, ну, мало ли, там, этот Толик еще где-то лазит. Я не хочу тебя оставлять маме, я дам, и как бы буду успокоен, что все хорошо. А если ты, ну, дальше хочешь там увидеться, там, пообщаться, идущи по Ютубу, то, в принципе, маме телефон оставлю или тебе ты уже сможешь там написать. Мы же здесь рядом, получается, правильно? Нет. Ну, круто. Главное, не останавливайся, не общайся с Толиками, занимайся, там, Ютубом, там, геймерском. Или, там, рисуй самокаты. Главное, чтобы ты творчество твое, оно тебе нравилось, понимаешь? И двигаться в этом направлении. Получать кайф, понимаешь? Тот же Ютуб, ты должен делать то, что тебе нравится, кайф, и на просмотрах вот и зарабатывать. То есть это можно, то есть есть куча, я в Ютубе уже 6 лет, я знаю все эти секреты, все алгоритмы, как можно продвигать ролики, понимаешь? Так что не останавливайся. Мне главное, чтобы ты с Толиком не общался, и все. Назар, давай. Ты молодец, умный пацан. Так, идем я тогда за кофе, за чай рассчитаюсь, и пойдем к маме, да? Она там ждет уже? Скоро, да, будете там. Через сколько? Не знаю, час, ну, в пять обычно приходят. Угу. А можете свой Ютуб показать? Ютуб канал? Да. Давай, конечно. Ну, вот, смотри. Вот. Вот видишь, миллион. Ага. Отписчиков. Вот ролик 4,8 ляма, 4 ляма набирают. Ну, то есть снимаю уже два года, вот за два года сделают канал, прикинь? Да. У меня же геймерский канал, если есть канал, где я про Ютуб рассказываю тоже. Ну, поэтому разные направления. Это главное, ну, выбери свое направление и двигайся. Да. Да. Чтобы нам уже звонит. Да. Ну, идем, да? Погнали. Да. Все, допивать не будешь? Нет. Слушай, Назар, а ты каким-то спортом занимаешься? Да, конечно. Дзюдо и боксом. Дзюдо? Да. Боксом? Так круто, слушай. А почему ты не отпор не дашь одноклассникам? Так я старший у меня на лет 5. Да? Угу. Ну, ничего страшного. Ты как бы, ну, начнешь там какой-то навык новый и постарше станешь, то нормально будет. Спорт – это круто. Слушай, я рад, что ты занимаешься спортом. Я сам постоянно там турнички, брусья, такое. Это мама твоя? Мама, 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 мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Это Юра, это он очень популярный блогер. Блогер? У него миллион подписчиков, да. Очень приятный, Юра. Ну, да, такое. Я сосед ваш. Я просто увидел Назара, он, в общем, на улице был. А ты чего не в школе? Где твой рюкзак? Ну, я прогулял. Ты прогулял? Опять прогулял? Да. Мы же говорили с тобой об этом. Ну, вы, главное, не переживай. Я просто увидел, что он с этим соседом общался. Как его зовут? Толик. Тут Толик, знаете? С Толиком. Прекрасная компания. Я просила тебя с ним не общаться. А, это не первый раз уже? Угу. Просто этот Толик там ему такое всякое рассказывал и... Что он тебе говорил? Да все нормально. Просто он ему пытался учить жизни. Я просто не мог пройти мимо, увидел, что... Просто этот Толик, он так выглядит стрёмно и... С парнем. Я сначала подумал, что это, ну, как бы, отец, но потом... Я выглядел, что это не он. И... Слава его нет. Да. И это вот... Просто... Очень непонятный такой... Человек, можно так сказать. Спасибо вам, что вы не прошли мимо, конечно. Да, я просто сказал, что с Толиком лучше не общаться. Назар молодец, он... Кстати, мы пообщались, я ютубом занимаюсь, он говорит, я тоже ролики люблю снимать. Он очень крутой, мол, бьет. Да? Ну, учиться, наверное, для этого надо. Давай, давай, Назар, так, договоримся. Ты не прогуливаешь больше школу. И я тебе даю скидку. Я, кстати, по ютубу курс запускаю. И даю тебе скидку на курс по ютубу. Будешь заниматься, снимать ролики. И вот... А у вас обучающий курс? Ну, да, да. То есть там, может, каждый его... Даже школьник там, и взрослый, если поможете ему. То есть я ему примерно рассказал. Там мы в кафешке посидели, он замерз просто. И мы там попили чай. Да. Потому что он на скамейке с этим Толиком общался. Я забрал, говорю, идем попьем чай. И она рассказала ему про это. Он говорит, что хочу заниматься. Он и рисовал вроде что-то, да? Да, ему нравится рисовать. Ну, вот, круто. Я говорю, лучше рисуй там и ютубом, чем с таким Толиком общаться. У него какой-то друг есть, он сказал, в школе там или где у тебя один, да? У него просто некоторые там были моменты с одноклассниками старшими. И одни ему там тоже всякие глупости наговорили, как, говорится, как жить в жизни. И он наслушался, и еще Толик ему на уши там, как говорится, он рассказал. Вот, я ему пытался объяснить. Да, я замечала, конечно, что что-то происходит в последнее время, но я постоянно на работе, нет времени заниматься. Ну, все равно надо, потому что если не вы будете, то Толик, как говорится, будет тоже что-то рассказывать. А это плохо. Понял, что с Толиком не общаться с таким. Потому что решать вам, но я бы с таким не общался с Толиком. Потому что все какие-то гадости там говорит про жизнь, как ему там не повезло по жизни, что надо жить в одним днем. То есть такого, ты же еще молодой, у тебя все впереди, говорится. Все будет круто. Главное, видишь, родители есть у тебя, и это классно. И они тебе помогут. Только надо телефон ему, наверное, новый. Телефон? Ну, если заслужит, будет телефон. Если школу прогуливать не будет, да? Да. А это не первый раз-то, оказывается. К сожалению. Ну вот, смотри, будешь хорошо учиться, не прогулить, маму купить телефон, и сможешь нормально уже снимать видео, которое тебе надо. Да? Спасибо вам большое. Да, не за что. Ну, связь есть, если что, там, пиши в Телеграм, Институт, там, добавляйся. И будем общаться. Да? Если Толик еще раз подойдет, то скажите мне, я его вроде там прогнал. Надеюсь, что он больше не подойдет. Спасибо вам. Главное, никого не шоу. Давай. Все, ты молодец. Все. До свидания. Да, рад был с вами познакомиться. Все, Назар, давай, держись, снимай ролики на связи. Пока-пока. Ну что, друзья, я надеюсь, что Назар больше не будет видеться с этим неадекватным Толиком, и не будет прогуливать школу, и получит за это от меня скидку на курс по Итубу. Если вы тоже хотите заниматься Итубом, быть блогерами, зарабатывать на это, быть популярными медийными личностями, то записывайтесь на мой курс, потому что там очень много классной, крутой информации, и реально, где я вам помогаю лично. Все, ссылочку, естественно, я оставлю в описании на этот курс. Всех обнял. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok